Всем привет, меня зовут Саша, и пока мои лохи-одноклассники, но я их люблю, находятся в школе, мы пришли на видео-пипу! Доброго времени суток. Так, продолжаем. Работаем. Мы зашли внутрь, и я никогда не была так счастлива, даже в прошлом году не была так счастлива. Посмотрите, что у меня есть. В прошлом году мне на бэжике расписалась Катя Клэп, а в этом, если тут будет поперечный... Как вам видео-пипу, первое ощущение? Сесть хочется. Я хочу есть. Да, я тоже хочу есть. Я удивлюсь, что это. Да, отлично. А тебе это так не заметно? Замечательно, прекрасно, потому что возможность, во-первых, закарифаниться с кем-нибудь новым прикольным блогером, потому что ног прикольных блогеров, наверное, ну, один процентик на вот всех вот этих вот людей. Потому что я смотрю и вижу, что процентов 80, наверное, из всех, это те, кого я не знаю. Так что отлично отношусь и буду сейчас знакомиться со всеми. Вообще вас, по-моему, вообще никто не снимает, там никому не нужны, господи. Ну, для начинающих, ребят, я думаю, есть какая-то полезная, интересная информация, послушать историю успеха от того или иного видеоблогера. Для меня здесь было интересно лишь послушать что-то, может быть, про монтаж, про эффекты какие-то. В плане послушать других блогеров неинтересно абсолютно. Ну, типа, что слушать? Привет, привет, привет! Я на ней в первый раз, и Арина 13, 14, 15 лет в Вижит, но внутри меня, поэтому я просто счастлива находиться здесь и отвечать на ваши вопросики. Это моя, это моя, это моя. Вот. Руслан, ты самый лучший. Это моя. Это голодая кнопка. Нет, у меня есть серебряный, и то, что... Субскрайб. Сейчас. Обожаю тебя, Руслан, ты самый лучший, самый лучший парень на свете. Безумно тебя люблю. Записывайте все это, пожалуйста. Конечно, конечно. Вообще-то, вообще-то, волнительно, конечно, но здорово, потому что я здесь впервые. Очень много знакомых людей, целых три штуки. Можно обнять Ташу, я обняла. Я мечтала обнять Ташу, я ее обняла. Привет! Ксюша, мы нашли Ксюшу, Ксюша. Привет, да! И, блин, ты так странно, я видела тебя неделю назад, на открытом уроке, давай лаймой, я опять тебя вижу. И так странно немного. Вот такая вот история бывает. Я люблю такие фестивали, мне кажется, они очень классные. Почему? На самом деле здесь вообще непонятно, что происходит, куда идти, мы пришли и потерялись. Не знаем, что нам делать. Вот. Предыдущие мне нравились больше, и это место мне не очень нравится. Да, вот мне прям... Вот, и нету моих кнопок до сих пор. А сколько у тебя уже подписчиков? Много. И кнопки две серебряных. Обидно. Вот кому обидно, поняли, да? Да, уже третий год подряд обидно. А ты что делаешь? Для чего ты это снимаешь? Для своего канала? Аня. Аня. Здравствуйте, Аня. Привет. Честно говоря, я третий раз уже на видеопипле, и пока я не особо понимаю, в чем смысл всего этого, потому что единственное, что я вижу, это просто много знакомых лиц. Вот. А так, в принципе, я люблю такие мероприятия, потому что это отличная возможность малым блогерам познакомиться с более крупными блогерами, может быть, обменяться опытом, пообщаться, не знаю, развивать свои способности. Откуда у тебя красный прислали? Давали... Их на входе давали. Two people для меня это совмещение работы и приятного отдыха, потому что мне нравится общаться с интересными людьми, и я здесь работаю по продюсированию, по рекламе, по нетворкингу, это все полезно и интересно, потому что все держится на связи. Если вы кого-то знаете, хорош с ним общаетесь, вот, например, тропи, и сюда. Тропи. Вот. Вот тропи есть, друзья, Хаяни, это обидно. В тропи моя подруга, очень хорошая. У меня к ней очень теплые чувства, и всегда, если что ей нужно, я ей помогу безвозмездно. Сейчас обидно билы. Потому что мы с ней уже сколько знакомы? Сколько мы с ней знакомы? Уже год? Какой год? Год, она врет, год. Год знакомы с ней? Да, ну, стихо, я раб, я вообще здесь. Вот, короче, она очень крутая, потому что мы с ней прям знакомы вот в таких ногтей. То есть, когда я была... Вообще-то нет. Я с ней знакома вот в таких ногтей, с тысячи подписчиков, а вообще-то... Да я с вами знаком, ребята, всегда. Да, в общем, короче, отношения хорошие, дружите, общайтесь, коллаборируйте. Вы лучше всех, Макс Брандт, ссылка в описании. Пока. Подожди, еще один вопрос. А, все, раб. У меня уже просто по накатану, и окей, работаем. Мы нашли очень усталую Леру, и мне очень жаль, что я ее эксплуатирую сейчас. Но, в общем... Хорошо, хорошо. Не знаю, я сюда не пришла для того, чтобы ходить на какие-то лекции. Я сюда пришла просто увидеться с какими-то своими знакомыми, и просто хорошо провести время. Ну, увидеться там, с вот этими людьми. Вот этими? Да, вот там. Реально? Ну, начнем с того, что я приехала на Video People на последние 40 минут, и для меня Video People, вот, насколько это сильное мероприятие, что я из аэропорта прямо сюда приехала. К тому, как я здесь вижу своих друзей, я вижу своих знакомых. Мне приятно находиться среди тех, с кем я и так общаюсь, и просто приятно. Ну, мне само по себе общение дает очень много, и возможность... Очень много дает мне общение с Русланом. Великолепный человек, обожаю его. Подписывайтесь, пожалуйста, на Руслана, потому как ему нужен второй миллион. Я очень хочу, чтобы ко второму миллиону наконец-то подъехала его кнопка. Ну, а на самом деле... Сломала руку. Арина, Арина, Маша. Маша, уйди. Маша, Маша, уйди. Как ты относишься к таким фестивалям, как Video People, видеоблогерским, и что Video People значит для тебя? Ой, мне звонят. Обидно. Мне по Ветфесту звонят. Алло, да. Я вообще рада. Мне очень нравится. С каждым годом все больше видеоблогеров. Что Video People значит для тебя? Video People, я не знаю, это какое-то общение. Общение с коллегами. Очень много видеоблогеров, которых ты видишь на YouTube, общаешься в интернете, но при этом очень... Как сказать? Редко контактируешь. Вот. Но, слава Богу. Люблю Video People. Леру Любарскую тоже очень люблю. А что он значит для тебя? Это... Ничего. Это... YouTube делает мероприятие. Я люблю всех, люблю ребят из YouTube, они классные, они стараются. Я блогеров некоторых люблю тоже. А это, ну, эмоции какие испытываешь, когда здесь? Какие-нибудь эмоции испытываешь? Нет. Ладно, окей. Я сама из Латвии. У нас видеоблогерских фестивалей нету, поэтому каждый такой фестиваль. Это праздник, это чудо. Особенно, когда есть возможность приехать, это очень здорово. Все здорово. Здесь много классных людей. Это хорошо. В том числе я. И ты. Да. И мы вместе. Вот, смотрите, кто-то снимает на нормальный микрофон звук записи. Стоя на петличку и подхожу к людям с петличкой, и поэтому я не топ. Вот так вот. Я обожаю такие фестивали, потому что тут можно познакомиться с классными видеоблогерами и встретиться с теми. Самое классное, это встретиться с друзьями, которых видел только в интернете, и увидеть их вживую. Это так клево. Ну, чтобы ты понимала, я на видеопиле первый раз могу сказать. Не важно. Не важно, хорошо. Кажется, здесь немного грустно. Многие блогеры ходят такие, типа, как-то одни. Короче, мне многие не нравятся. Ну, в общем, какие-то... Попробуй смотреть. Давай, второй, следующий вопрос. Аринин канал насчитывает... Сколько ты там? Сто двадцать. Кэ. Кэ. Не будем говорить, сколько у меня подписчиков. Не важно. Да. В общем, примерно так же. Немножечко не хватает. Снимайте то, что нравится, но следите за трендами. Любой кор... Ну, типа, начинается тренд, потому что сейчас очень тяжело набрать аудиторию, но если ты будешь следить за трендами, ну, типа, не зашквариваться там по слоям, там, и все, какой-то херне. Короче, можно просто преподать это в какой-то другой оболочке. Допустим, там снимаешь скетч, и можно, допустим, снять какой-нибудь пародийный скетч на сто слоев или что-то еще сделать. В общем, можно следить за трендами и делать что-то действительно интересное, и чтобы это прям просмотр собирало. Потому что сейчас, ну, прям контент должен быть очень уникальным, чтобы набирало много просмотров. Ну, такое. Все, спасибо большое. И давай, спасибо. Спасибо. Да, все. Большое спасибо, да. Он очень классный. Он мне нравится. Но поперечного все равно нет, и мне грустно, но Ильдар классный. Меня пытались подвинуть на какие-то права, на деньги, еще что-то. И думаешь, ну, странно, почему так люди поступают. Приходилось быть боссом. И, наверное, любому начинающему креатору, я хочу, или креатору, я не знаю, как правильно это говорить, пожелать быть серьезным, относиться хорошо к своему делу и все проверять. Потому что будете профессионалами, будут и платить, будут и уважать, и дать, и давать классные проекты. Главное, сидите за собой. Что вы скажете об участии в видео Саши Волкера? Вам понравились съемки у Саши Волкер? Да, это были самые лучшие съемки в моей жизни. Это был лучший день в моей жизни. Я не знаю. Саша Волкер – это лучший видеоблогер на свете. Серьезно, просто. Подписывайтесь на канал Саши Волкер. И есть еще вторая девочка, она тоже ничего такая, Маша Жукова. Но мне можете тоже подписаться. И на Анастасис тоже. Да, Анастасис – очень классный оператор. Видите? Видите руку? Одобрена Анастасис. Вам сколько лет всем? Ну, мне 15. Тогда я слово херачить не скажу. Работать. Работать и работать. То есть прямо пашите. Снимаете видео. Снимаете видео, работаете, и все у вас получится. Не останавливаясь. Что-то придумали, тут же сняли. Не ждите, а вдруг пойдет, не пойдет. Делайте контент. На практике, на опыте вы поймете, что идет, что не идет. Делайте все от души, всегда. Не бойтесь трудностей. Они будут обязательно. Но всегда все делайте, вот чтобы отсюда шло. Не ради чего-то, а только от себя. Ирина в прошлом году была ниже меня, а сейчас счет нет. Обидно. А что Любарская сказала? То, что она сказала, плюс, чтобы вам нравилось. Не старайтесь копировать. Точнее, копируйте, но придумайте что-нибудь свое. Я не могу сдержать слез, я репетировал плач. Получается? В следующий раз постараюсь, в следующем году. Спасибо, это очень приятно. Спасибо Ютубу, спасибо Гуглу. Есть камеры где-куда-куда? Аксенером, ты следующий. Классно. Не снимайте ради денег и не снимайте ради славы. Это уже не модно, не стильно, никто так не делает. Снимайте ради удовольствия. Да, все, давай. Спасибо большое. Ребята, я хочу сказать, что и здесь. Верьте в себя, и через 6 лет у вас все получится. Главное не сдаваться. Вы будете смотреть, добавят какие-то карты быстрее вас на наютном рэпе. Выезжай, одевай оденку больше, и у вас, короче, обожаю тебя, и да. У вас тоже все получится. У вас у всех будет миллион, особенно если вы ацплееры. Спасибо большое. Спасибо большое. Пожалуйста. Давай. Чтобы у них тебя до этого момента считала начинающим. Так знаешь, вот скажи это мне, да? Я начинающий уже 3 года. Делать то, что нравится, и не думать, что ты сможешь развиться на скандалах и на топовых видео. Ты когда-нибудь добавишь всех, кто есть в Аббатуберах? Друзья. Меня, например. Всех не добавлю. А меня? Тихо, тихо, тихо. Алло, да. Не снимайте влоги, потому что, ну как бы все всегда начинают с говна, это по стандарту. Я тоже начинала с говна, и даже Катя Клэп начинала с говна, потому что все начинают с говна. Вот я вам желаю не начинать с говна или не снимать. Спасибо. Спасибо огромное. Я в противовес Таше скажу, снимайте влоги, какашки, лайфхаки, потому что за это дают кнопку, а нам не дают кнопку. Я полгода назад ее заказала, а мне она не пришла. Из Китая посылки быстрее доходят. Человек, которого я смотрю с тысячи подписчиков, а сейчас каким-то незаметным образом у него стало 400, сколько? 430 тысяч. Я в шоке, но не суть. А меня за это не удалят мой канал? Ты как быстро развивающийся канал в последнее время, по-моему, я запнулась в этом слове, но не важно. Может, у тебя 20 тысяч, Маш, Маш, замолчи. Я еще надеру тебе задницу своей костылей. Окей. Иди нахер. Снимайте круто, чтобы было качество хорошее, ну то есть, чтобы люди хотели на вас подвесаться, и снимайте на популярные темы. Надо ловить хайп со всего. Хайпитесь на других блогеров. Мы говорим совершенно разные вещи, чтобы у нас не прошли. Я так не делаю, но это работает. Не снимать сто слоев, не снимать пранк-песни и не снимать вообще видео. Это вообще как? Вот это возможно. Доктора нашли вакцину. Хочу сказать, что Аня была моим кумиром в каком-то 2008 году. Я была на концерте ранее, так я видела тебя, я пищала в зале, это было так здорово. В общем, а сейчас она один из любимых видеоблогеров. Вот, так что. Все. Снимать, снимать, еще раз снимать. Все? Все, я побежала. Пожди, да, я убеду тебя. Все, спасибо. Все. Еее. Ну, надо быть самим собой. Это слишком банально, но это правда. Потому что если ты начнешь снимать какие-нибудь летсплеи, на самом деле ты любишь вообще что-то другое, то потом все будет отстой. Это точно. И, я не знаю, надо снимать как-то на актуальную тему, но при этом не терять себя. Да, и все будет классно. Самое главное, не отчаивайтесь, не расстраивайтесь. Если вдруг сначала не получается, спустя время обязательно все получится. А что я задавала-то там, я забыла. Будьте собой, либо можете создать себе образ. Вот. Ну, то есть, либо то, либо это. То есть, не притворяйтесь никогда, либо просто сделайте это оправданно. То есть, делайте крутой контент и никогда не повторяйте за другими, не плагиати людей. Зонт не нашли, Аринин. Давайте обнимем Арину как поддержку. Не расстраивайся. И поперечного тоже не нашли. Поперечного тоже не нашли. Он стоил 600 рублей. А поперечный дороже. Хорошо, что проверила. Заключение этого видео. Возможно, я завтра еще вставлю сюда поперечного, которого я очень надеюсь встретить на Минфест-Вести, потому что, черт, все пришли, кроме того, кого ждало больше всего. Что за фигня? Но, все равно, что хочу сказать с заключения этого видео и мероприятия, было очень классно. Реально классно. То есть, атмосфера вся, это все понятно. Все очень добрые, классные, милые, немного потуставшие. Но, все равно, очень здорово. Мне все очень понравилось. У меня только позитивные эмоции остались. И я надеюсь, что у всех присутствующих тут тоже. И это все, наверное, что я хотела вам сегодня показать, рассказать. И огромное спасибо вам за просмотр. Я вас всех очень сильно люблю. Всем добра и пока. Йоу, пчух, пчух, спецэффекты.